День знаний в Магасе отпразднуют уже четыре школы. Лицей, гимназия Морем, первая школа САД и новый центр образования, который откроется с началом учебного года. В итоге столичные школы смогут принять 3350 учащихся. При этом учиться здесь будут только в одну смену. Весь август работает приемная, которая рассматривает заявки и жалобы обратившихся. На сегодняшний день удалось разгрузить лицей на 642 ученика. Из гимназии Морем переведено 511 детей. Однако это неконечный результат. Работа продолжается. Мы в этой школе набрали 50 детей в первый класс. Два класса по 25 человек. В гимназии Морем тоже мы набрали два класса по 25, по 26 человек. 52 места мы там набрали. Три раза мы сделали обходы, три раза проверили. Все эти дети проживают на территории города Магаз. У них имеется соответствующая документация. У большинства из них имеется законная прописка. У остальных имеются иные документы, подтверждающие проживание. По результатам обходов в тот же день мы подтвердили проживание, кроме нескольких детей. На момент проверки там просто не открыли двери. Так как сейчас период отпусков, сезон отпусков, эта работа тоже будет продолжена. Мы еще раз их проверим. Приемная комиссия заработала в результате встречи главы региона с родителями, на которой поднималась проблема нехватки мест в школах для местных детей. Их заняли школьники из других населенных пунктов. Юнусбек Евкуров дал поручение провести проверку всех учащихся на факт проживания в Магасе. Большой поток столичных школьников готов принять новый центр образования на 1500 мест. У нас очень большие просторные кабинеты, в четыре окна. Светлые медики, которые заметили в каждом кабинете для начальных классов, интерактивные места. Это целый городок для будущих школьников. Большая столовая, мастерские, четыре спортивных зала, судя по размерам, которых родители даже шутят, здесь спокойно можно провести предстоящий чемпионат мира по футболу. Подобные экскурсии для своих первых учащихся директор проводит частенько. В новый образовательный центр уже зачислено 690 школьников, в том числе 170 первоклассников. И это не предел. Это дети из гимназии Морем и дети из лицея города Магас. В том числе там также дети, которые обучались в школах республики нашей республики, но из-за отсутствия посадочных мест в школах города Магас они были вынуждены посещать школы республики городов и районов. Фарида теперь первоклассница в этой школе. Сюда она пришла вместе с мамой. У женщины четверо детей, трое из которых уже учатся в гимназии Морем. Дети наверняка теперь будут спорить, чья школа лучше отмечает Хава. А после сегодняшней экскурсии думает перевезти всех детей сюда. Единственный минус – транспорт. Но и этот вопрос решаемый главнее качества образования. Удобно, это просто слов нету. Сейчас мы прошлись в школе, директор нам все показал. Спортзалы большие, красивые, все, что надо детям для спортивных достижений, для учебы. Все здесь есть, удобство есть. Школа практически полностью готова к открытию. А с 14 августа здесь начнется двухнедельные занятия с первоклассниками. Каждый день с 10 утра с детьми будут проводить по два урока, чтобы они постепенно привыкли к новым для себя школьным заботам. Залина Могушкова, Майербек Мержоев, Новости 24.